Здравствуйте, меня зовут Андрей Повар, я шеф-повар и ведущий при новом шоу 5 ужинов на телеканале Домашний. Скоро Новый год и на новогодний стол я всегда готовлю мимозу по своему фирменному рецепту. Специально для телепрограммы .pro я сейчас покажу как это сделать. Ну что, начнем? Сначала я покажу вам ингредиенты, которые буду использовать для приготовления. Это лосось, сыр, мой секретный ингредиент сливочное масло, обжаренный лук, отварные яйца, отварная морковь, майонез и на украшение пойдет у нас красная икра. Итак, начнем с того, что натрем наши ингредиенты на мелкой терке, в первую очередь морковь. Морковь на этот салат я не варю, а запекаю. И вообще на все салаты, овощи я стараюсь запекать, то есть и винегрет, и оливье я делаю из запеченных овощей. Теперь я отварил яйца, нам надо отделить белок от желтка. И теперь тоже натираю их на такой же мелкой терке. Сначала белок, а теперь золток. Готово, этого будет достаточно. Теперь беру другую терку, на ней я буду тереть мягкий сыр. У меня сегодня гаудо, но сюда подойдет любой мягкий сыр, который вы найдете в магазине. Я очень люблю Новый год, это мой любимый праздник. Я люблю даже больше, чем день рождения. И всегда обязательно на новогоднем столе должна быть мимоза. Ну, в моей семье точно. Конечно, оливье тоже стоит, но без мимоза никуда. Еще и следочку паршопы люблю, если что. Теперь, как я и говорил, мой секретный ингредиент, это сливочное масло. Его мы тоже будем натирать на терке, благодаря нему салат нежнейший. Но перед тем, как его тереть, масло надо приезжать в морозилке. Чтобы оно схватилось, тогда будет удобнее натирать. Смотрите, какое получилось. Воздушное и красивое масло. Дома, конечно же, салат мы собираем в красивый прозрачный салатник. Ну, а здесь я покажу вам ресторанную подачу салата мимоз. Берем тарелочку. На тарелку выкладываем вот такое вот специальное кольцо. В нем мы будем собирать мимоз, чтобы все слои получились. И первым слоем будет лосось. У меня копченый лосось, который мы коптим в нашем ресторане в собственной коптильне. Но на самом деле можно взять любую другую красную рыбу семейства лососевых. Горбушу, кижуч, форель. Тоже лосось. Не обязательно его коптить. Можно просто запечь. Да или отварить. Вот я его, посмотрите, поломал на такие вот небольшие сегменты. Не фарш, а именно, чтобы рыбка чувствовалась. И укладываю в кольцо первым слоем. У нас будет рыбка. Можно, конечно же, использовать консервированную. Тунец хорошо подойдет. Или горбуша. Но с свежей, конечно же, в сне. Так, следующий слой. Это обжаренный репчатый лук. Тоже со сливочным маслом. С неподомашним. Добавлю еще. Готово. Следующий слой. Это майонез. Я его переложил вот в такой вот кондитерский мешок. Сейчас их можно купить в любом крупном супермаркете. Для приготовления таких вот салатов, которые стоят из слоев, он очень удобен. То есть мы берем и аккуратно прям наливаем на лук. Видите, как получается. Не надо размазывать ложкой и не портить слои. Вот. Удобно и легко. Следующий слой у нас будет, наверное, белок. Белок есть. Его необходимо немного посолить. Сверху на белок выкладываем морковь. Морковь есть. Ее тоже мы посолим. Еще один слой майонеза. Теперь сыр. Бессмысленная трата швейцарского сыра. Хотите получить по шее? Что ж, вы попали по нужному адресу. Если вы заметили, я не приминаю слои. Это очень важно. Мимоза должна получиться воздушной, легкой и вкусной. Сыр есть. Теперь мой секретный ингредиент. Сливочное масло. Ну и все. Остался последний слой. Это желток. Украшаем красной икрой. Добавим немного зелени для цвета. Красота. Только представьте. Сливочная нежная мимоза. Запеченная красная рыбка. Овощи, сладкий обжаренный лук. Соленая красная икра. Ага, какие вкусные сочетания. Ну что, момент истины. Будем поднимать форму. Уберу тарелку. Аккуратно. Аккуратно придерживаем. Посмотрите, какая мимоза у нас получилась. Все слои видны. Они воздушные. По-моему, очень красиво. А поверьте, как это вкусно. Ну, я надеюсь, вы это скоро сами узнаете. И попробуйте приготовить такой же салат на свой новогодний стол. Приятного аппетита!